Сколько же интересных и простых рецептов приготовления мяса существует? Сегодня я хочу познакомить вас с одним из них. Благодаря всего одному дополнительному компоненту вы увидите, как мясо изменит вкус в восхитительно лучшую сторону. И это без преувеличений. Причем так готовить можно любое нежирное мясо, говядину, нежирную свинину и даже курятину. Вкус просто бесподобный. Надеюсь, вы заинтригованы. Для рецепта нам потребуются вот такие продукты. Думаю, вы уже увидели, о чем я упоминала ранее, о каком дополнительном компоненте говорила. Да, это чернослив. Кстати, чернослив у меня домашний. Рецепт простой. Заготовила в сезон, сейчас везде использую. Ролик с рецептом по ссылке на экране. Именно благодаря завяленной сливе мясо преображается и дарит совершенно новые вкусовые нотки. А за счет тонкости рецепта мясо по свойствам и вкусу будет похоже на тушенку. Правда, интересно? Итак, приступим. На самом деле все просто. Берем мясо, нарезаем на кусочки произвольного размера. Размер здесь не важен. А вот в рецепте мясо-шашлычок, который вы сможете найти по ссылке на экране, размер кусочков имеет значение. Лук нарезаем достаточно мелко и обжариваем до легкой румяности. А ты что, до сих пор не подписался на Кукиш? Жми на подписку и про лайк не забудь. Мне будет очень приятно. А тебе интересно. Обещаю. Кладем мясо в разогретую сковородку с подсолнечным маслом и обжариваем до румяности. Сначала с одной стороны, затем с другой. Обычно я обжариваю мясо на огне чуть выше среднего. Если хотите получить вкус тушенки, то делайте все именно так, как я показываю. То есть лук обжаривайте отдельно от мяса. Мясо выкладываем в кастрюлю или казанок. Наливаем воды так, чтобы она слегка его покрывала. И ставим тушиться на огонь. Готовим на слабом кипении не менее 40 минут. Далее добавляем соль. Можно положить немного черного молотого перца. И лук. Тушим под крышкой еще 20 минут. За 10 минут до окончания приготовления кладем чернослив. Все, мясо готово. Уверена, что вы не сможете удержаться, чтобы сразу его не попробовать. Но фишка этого рецепта не только в нежнейшем мясе со вкусом тушенки. Соус это отдельная феерия вкуса. В общем, вы точно не пожалеете, если приготовите мясо по этому рецепту. Оно супер вкусное с любым гарниром. На этом у меня все. До новых выпусков и до новых встреч на канале. С любовью, ваш Кукиш.